В управлении службы исполнения наказаний пополнения в Рассказовском районе в поселке Зелёный открыли исправительный центр для лиц, совершивших преступления средней тяжести. Исправлять их будут трудом. Одним из первых журналистов в центр посетил наш специальный корреспондент Игорь Корняков. Центр рассчитан на 70 человек, но из-за того, что пока не наработана судебная практика, здесь немноголюдно. Всего двое осуждённых. Сергей, который просит не показывать его лицо, попал сюда за езду в нетрезвом виде. Причём инспекторы ДПС задерживали его дважды. В центре ему предстоит провести 30 дней. Всё хорошо, всё меня устраивает. Есть где помыться, есть где отдыхать. Воспитательной работой со мной занимаются. Я смотрю телевизор. Пищу есть возможность где приготовить. Все условия созданы. Меня всё устраивает. Тепло, светло, хорошо, чисто. Ранее здесь дислоцировался батальон внутренних войск. От прежних постояльцев осталась только курилка. Всё остальное построено заново. По большому счёту исправительный центр напоминает гостиницу. Комнаты для спецконтингента это само собой. От трёх до четырёх человек рассчитаны душевые кабины, санузел. Обратите внимание, мы сейчас в прачечной. Вот на первом этаже две стиральные машины установлены. Как признался сам начальник центра, у него стиральная машина дома. И то поскромнее. По словам одного из осуждённых, который отбывал здесь наказание, если бы не ограничение свободы и рабочая повинность, можно считать, что это санаторий. Но всё же это учреждение УФСИН со всеми правилами. В нём отбывают осуждённые к принудительным работам. Это, скажем так, альтернатива лишения свободы, когда осуждённым даёт возможность без лишения свободы, скажем так, второй шанс встать на путь исправления. За преступления небольшой средней тяжести, а также за тяжкие преступления до пяти лет. В Тамбовском центре будут отбывать наказание осуждённые из семи областей Черноземья. Местные власти только рады прибытии осуждённых, которых планируют задействовать на облагораженной территории сельсовета. Но это только пока. Мы здесь с начальником исправцентра уже вопрос порешали такой. Значит, нам нужны люди. Всё это будет официально, по договору, по оплате. Так что люди нужны. И, конечно, желательно, чтобы были специалисты. Центр поэтому называется исправительным, что осуждённые здесь должны работать и содержать сами себя, а не протирать покрывало на одеялах. Игорь Корняков, Илья Камбаров, Вести, Тамбов.